во имя отца и сына и святого духа ну вот друзья не удалось мне сегодня вас порадовать еще одним солярным чудом то есть то что нам солнышко показывает из этого окна а сегодня оно должно было сходить за храмом и храм бы был на full на фоне солнышка но как видите у нас туман и поэтому показать нечего но рассказать есть что утренние беседы могут быть и в тумане тем более что тому кто встречает солнышко регулярно не трудно представить что она есть впрочем чуя смущаюсь то я не бог но рассвета я вам солнышком сделать могу давайте так будет веселее разговаривать а я сегодня хочу вам рассказать очень важную вещь потому что когда-то рассвет был частью литургии давайте вообще вспомним что такое литургии кстати переводится это общее дело а евхаристия переводится как благодарственное дело как благодарение поэтому литургия это общее дело и мы ее совершаем по чину мельхиседеков все время на литургии об этом говорится и напоминается о том что у нас чин мельхиседеков мы по мельхиседеку литургию совершаем в чем отличие по мельхиседеку или по ветхозаветному действию священнослужителей которые делали свое тоже жертвоприношение отличие только в том что мельхиседек если вы почитаете историю переводится как царь салима царь мира или праведный царь мира или справедливый царь мира мельхиседек и он не был евреем кстати он был по-видимому из ариев потому что явился туда со стороны хеттского государства у нас двуглавый орел это символ хеттского государства и поэтому когда он вышел к аврааму к аврааму после потопному патриарху не к тому авраам который до потопные вы а после потопному патриарху который с царем шли победив своих врагов и вынес им свое причастие то они были так растроганы что отдали ему десятину и в дальнейшем вот это чин мельхиседека стал как говорится популярным популярным что же он сделал она вынес хлеб и вино и дал им причаститься ну по-видимому жители из тех мест действительно насчитались в то время особыми и то что они вынесли свое это считалось и у евреев очень таким великим знамением великой сутью причащение к божественном божественном это говорит о том что отношение к ариям в то время арии это предки русских русские тоже и заре было особое было особое поэтому мы служим литургии по чину мельхиседеку где хлеб и вино притворяется в тело христова и мы ими сочетаемся с господом становимся его частью его части так вот это общее дело было тоже разное примерно 300 лет после христа это было просто собирание вместе воспоминания христе и значит воспоминания о том что он сделал научение друг друга делание христу это первосвятые которые мы знаем в большинстве своем по губу погибали за то что они делают но они это делали они это делали такое разломление по чину мельхиседекову а уже с третьего столетия начали меняться литургии и стали они увеличиваться стали стандартизироваться разделились на западные и восточные христиане потому что ну западные например приняли что гроб господень вот это каменная плита это и есть то место на котором совершалось причащение поэтому у католиков каменные престолы с частичкой мощей каких-нибудь святых а восточные христиане казали нет когда ангелы туда и все пришли там была плащаница поэтому пир был сотворен на плащаница то есть первое причастие и у нас платы такие пока значит плащаницы на которых мы с вами причащаемся антиминцы и которые в дальнейшем можно было в гонение где хочешь раскинуть и совершить такое причащение так вот литургии стали стандартизироваться ну самые известные литургии васильева великого она стала распространяться а потом я он зла того что очень сократил ее потому что она стала уже такая тяготеть всем якобы величиной и он ее сократил и кстати сократил больше чем мы сейчас ее видим то есть из литургии иоанна златоустого непосредственно того что оставил я зла того что у нас например две трети литургии остальное еще набрано и приспособлена но я не к этому веду я веду к тому что у нас есть время причащения и она разная сейчас для удобства литургии начинаются 8 9 утра редко где в 7 и причащаются так вот люди как бы к обеду можно подъехать и все остальное сделать но в западные восточные традиции они имели разное время причащения и восточные традиции в конечном итоге пришла к тому что причащаться нужно на рассвете на рассвете и связано это было с тем что до христианского вероисповедания было ведь уже несколько вероисповеданию всех народов и большинстве все верили в солнце или ну ближе к нам ближе христианство это метро бог метро то есть он практически повторяет жизнь христа по предание и поэтому как бы но у метро есть одно время когда он приходит каждый день это рассвет даже больше того зори который я вам показывал вот я сейчас фотографии вам по выкладываю зори вот это есть как бы приход митры у восточных славян для того чтобы конечно как-то это все превратилось в и стало христианство это было объяснено тем что утром приходит не метро дух святой дух святой и поэтому литургия шла к тому чтобы причастие то есть вот освященные дары были на утренней заре как бы освящены этим солнышком ну мы сейчас видим вот посмотрите в сетях фотографии где прямо у всех восторг что солнце на чашу попало солнце якобы святые дары от этого становятся хорошими освященными но у русских есть еще одна причина почему ранее было причастие потому что у них было еще одно священное действие которое я уж извиняюсь за тех кто не хочет про это слышать но она до восемнадцатого века и до девятнадцатого еще в религиозной форме до восемнадцатого века сохранял вас я уж в семнадцатом веке даже и он грузный его сохранял защищал это религиозные действия посвященные роду можете называть это богом можете нет но в общем то здесь трудно сказать что это бог потому что это распространение жизни человека по наследству вот так может так это сказать и вот это действие называлась брать и на брать и на а совершаться оно должно было полдень когда высота солнца прямо над головами и у людей грубо говоря нет тени самые короткие тени то есть меньше всего от них тени брать и на были разные вы можете их назвать еще пиры но пир становился братиной тогда когда пускали по кругу чашу или ков брать и ну она так и называлась это этот сосуд и таким образом как бы устанавливалась родство этих людей в полдень то есть они духовно должны были христиане породниться утром а уже по роду своему по крови побрататься в полдень поэтому братья намешали литургии днем и литургии днем не было а я он грозный как защищал там на голове на логовики научились на эти братины наезжать и требовать с тех кто не сдал дань этой дани так вот я он грозный специально выпустил указ что не трогать братины не наезжать туда незваными никому не приезжать в общем до покарания и смертной казнью тем кто нарушит братину братина петр первый вообще братины вот эти пиры свои братины превратил в основную форму отношения со своими окружающими то есть церковь задвинул превратил все это братину но к чему я это рассказываю а к тому что братины у нас до сих пор живы и мы и свадьбы проводим и дни рождения юбилей это все братины и вместе там собраться и выпить это такое братство очень сильно братина сохранена у законников усидельцев у них даже осталась та же форма что и суд может на братини произойти и наоборот рукоположение в воры законе на вратинах проходят поэтому я к чему веду я веду к тому что у нас потихонечку все тоже начинает возвращаться на мой взгляд к чину мельхиседеков где простое разделение хлеба и вина с освящением молитвой короткой молитвой первые литургии были короткие и небольшой набор молитв из трех частей состоящий и теперь у нас тоже как бы к этому все и при и приходит храм то тоже в свое время были такая попытка объединить братину вместе с причастием потому что было и литургия в алтаре проводящиеся выносили причащались и устраивали трапез почему нас трапезный храм когда при входе сейчас как бы даже запрещено в нем трапеза проводить а раньше это был трапезный храм тут могли много собираться народу и всю эту трапезу проводить примерно это я хотел вам сказать когда сходило бы солнышко и рассказать что чем мельхиседеков то есть простой чин арии он похоже становится популярным потому что огромное количество евангелистов всяких ей ну тех же баптистов артистантов так далее они вот по такому простому чинов и у нас очень часто говорят теперь сокращают литургии доходит практически до чина мельхиседекова где быстренько быстренько я был в подмосковье в одном у друзей значит ночевал и там литургии буквально два часа это похоже близко к чину мельхиседеков все давайте я на этом остановлюсь и так уже длинный разговор солнышко вы увидели только на фотографиях и всего все равно вам всего доброго сегодня даже в пасмуртный день можно быть самому солнечным и тогда вокруг вас люди будут отражать ваше солнечное явление аминь